Как родилась тема для клуба? Радикальное прощение. Анкету радикального прощения я заполняла и проходила уже много раз. И она мне действительно помогала. И могу рассказать одну из своих историй, которую я прорабатывала с помощью анкеты радикального прощения. Как-то я общалась со своей подругой по телефону, и у нас возникло недопонимание с ней. И после этого разговора у меня остался ужасный осадок. Я почувствовала обиду на нее, хотя понимала, что подруга только подсветила мне мою программу, которую нужно будет проработать. Но до конца это до меня не доходило, и обида оставалась. И мы две недели с ней вообще не общались, хотя мы созванивались практически каждый день. Я решила заполнить анкету радикального прощения на подругу по образцу, который есть на сайте Сабришин. Я очень хорошо прочувствовала все. Я и плакала. И я ее заполняла рукой, все прописывала. Затем я сожгла эти листы, вернула всю энергию себе, подруге вернула ее энергию, и при этом я почувствовала такое облегчение. Действительно, я почувствовала благодарность себе и благодарность подруге за эту ситуацию. И что вы думаете? Подруга через 30 минут мне позвонила, и мы разговаривали, как будто ни в чем не бывало. И как-то в разговоре с Татьяной я рассказала ей об этой истории. Да, я тоже очень хотела заполнить анкеты, все собиралась и все как-то подвигалась. И было очень много причин, по которым я находилась по подвижению заполнения анкетов. И было очень много начатых, прописанных листов, где я проживала какие-то свои ситуации, свои истории заново проживала. Но только дальше начинала я. А дальше я все откладывала на потом, на завтра. И лишь вот, когда я стала работать в паре, работать в инфодайвинге, однажды я с Деной, мы были в погрузке, в такой глубокой погрузке, мы прорабатывали очередной технику инфодайвинга или работали с Кентом, я точно не помню. Но вдруг, вот у меня прямо в груди что-то такое вот отозвалось. Вот прямо как тревожно как-то стало и тело сжалось, и чесилось сердцебиение, слезы даже потекли. И если бы тогда не Лена, мой партнер, если бы она не похвастела и не повела, то я бы так, наверное, и осталась с этим ощущением, вот, со своим таким засоенным грузом. Меня словно взяли за руку и сказали, не останавливайся, пошли, я помогу тебе. Все, сразу страх ушел. Интересно понять и разобраться, что со мной происходит, и что вообще такое. И вот мы с ней шли шаг за шагом. Она меня вела, я проходила все то, что я однажды пережила, но уже не цепляясь и не зависая на тех чувствах. И благодаря вот именно тому, что меня вели, я шла дальше, шла смело, проходила, проходила уже с другой стороны. Не с той стороны, которой я вот тогда закрыла себя из-за вот эмоциональной такой вспышки гнева, обиды, переполняющих меня. Я шла, словно наблюдая уже за собой и за всем происходящим. Но я была не в роли же службы, которая пытается защититься, а шла с интересом, с интересом осознания. Елена взяла меня очень целенаправленно, не дала остановиться, не откладиться. И вдруг во мне как вот что-то такое, как отщелкнулось, как вот что-то отлетело, и мне стало легче. Я вдруг почувствовала какое-то облегчение, удовлетворение с собой, чувство легкости, свободы. И что самое интересное, та вот история, та ситуация, которая происходила со мной, как вот та картинка, которая была, она вдруг стала стираться. из моей памяти, двадцать раз. Стала ощущаться... Субтитры создавал DimaTorzok